в этом видео обзор темы на wordpress заточенный под социальные сети от vp shop тема называется ели меня зовут федор васильев и подробности в этом видео и так в этом видео я хочу поговорить о теме ели чем она хороша чем она не заинтересовала разработчик vp shop русский разработчик и если вы не знали сейчас вы перед вами открыта страница данной темы ссылку естественно я оставлю в описании под этим видео сразу скажу что тема и все ихние темы без фреймворков очень быстрые а сейчас в наше время это очень важно чтобы тема очень быстро загружалась но по порядку сейчас я буду все рассматривать перейдете на страницу сами можете посмотреть что в ней есть то что она заточена под социальные сети сейчас наглядно посмотрим все оптимизирована тема под поисковые системы и тема не бесплатная но сразу покажу вам тарифные планы преимущество в том что вы платите один раз за тему потом имеете пожизненную поддержку неограниченное обновление тема будет обновляться то есть вы оплатили и все а с моим промо кодом вообще подарок то есть перейдете вы здесь увидите скидка для подписчиков федора васильева то есть скидка уже включена здесь это если кто заинтересуется данной темы в этом видео будет не просто обзор темы а будет разбор именно на готовом сайте дело в том что я на этой теме организовал еще один проект обучающий где я буду выкладывать различные уроки по полезным сервисам и программам которые не связаны с сайтом или около связаны адрес вы можете видеть называется сайт видео уроки ком то используя случаем я еще рекламирую сейчас свой новый сайт кто смотрит меня кому нравятся мои видео по сайтостроению так далее я приглашаю вас посетить мой новый сайт на wordpress на теме ели то есть это такое видео сайт я сделал для себя и на примере уже своего сайта давайте разберем что умеет эта тема и сразу то есть у меня все готово сайт в кэш включен и так далее сразу давайте самое главное мы с вами прогоним через page speed inside скорость загрузку сайта первая проверка для мобилы показал 85 но это неплохой результат для компьютера всегда показывает вот такой максимальный результат но вы должны понимать что нужно брать среднее значение и сайт надо проверять три раза я считаю то есть вот вторая проверка кому интересно прям копируйте мой адрес сайта и сами посмотрите как у вас скорость какая покажется на моем домене вот этого сайта видео уроки ком сейчас 87 показал иногда показывает 88 для мобилы всегда для компьютера 96 причем google speed не ругается на изображение не современные дело в том что здесь к анонсам идут картинки значки jpeg просто ужатые и google не ругается на них обычно он всегда говорит что используйте современный формат изображения в п и так далее то есть смотрите меня поразила скорость загрузки сайта когда было на главной странице 10 материалов скорость была 96 все равно я решил что будет на странице по 20 материалов выводиться прежде чем вот появится постраничная навигация я считаю нормально не надел больше 20 материалов нормально и несмотря на это скоро все равно 96 то есть казалось бы больше элементов на сайте больше картинок на странице страница длиннее и должна дольше загружаться в этом случае нет скорость неизмена как и на мобилке примерно показывает 85 88 так и на компе причем я не использую никакие плагины оптимизации сжатие html или css стилей я использую только vp супер кэш плагин кеширование сайта но такие вещи должны стоять на всех сайтах то есть сама по себе просто тема очень быстрая вы сами это видите уже реального сайта ну кто не знаете должны понимать что нужно каждую страницу по идее проверять то есть скажем вот открытая запись на мобилке будет похуже но все равно будет грузиться достаточно быстро почему тема заточена под социальные сети во первых когда мы открываем запись поделиться в социальных сетях данной записью сделаны кнопки вообще необычно я таких еще нигде не видел одну кнопку можно сделать основной как я например сделал вконтакте поделиться она выглядит большой остальные меньше и тут даже есть telegram ватсап и вайбер причем такой ряд кнопок можно еще поставить под записью но я их отключил почему за точно под социальные сети потому что при прокрутке сайта у вас будет вот такой сайт бар появляться где можно выбрать основную кнопку не обязательно вконтакте может быть тоже поделиться может быть фейсбука и другие и показано название текущей записи здесь и плюс произвольная рандомная запись будет выскакивать у вас здесь то есть это привлечение внимания человек может кликнуть сюда и перейти другую запись я еще не вывел здесь можно вывести в шапке кнопки где вы есть в социальных сетях профили не стал делать то есть это тоже как социальное продвижение и также я не стал включать здесь внизу можно включить мне нравится кнопку от facebook но самое главное чем меня подкупает эта тема где я нигде не видел такого и даже отдельного плагина на wordpress я не нашел есть строим шорткод в эту тему ели именно под видео youtube то есть если у вас такой сайт видео сайт где видеоролики вы укладываете вот как я то здесь есть классная вещь когда человек ролик досмотрел до конца в каждом ролике вот ролик заканчивается появляется вот такое окно автоматически спасибо за просмотр поделитесь видео и социальные те же кнопки это очень крутая штука я когда такое видел я просто обалдел я искал специально отдельный плагин такой может быть плохо искал на wordpress я такой плагин не нашел который бы позволял вот такое окно показывать в конце видео роликов вот что значит тема за точно под социальное продвижение и давайте пробежимся что есть настройках в самой теме естественно тема вся на русском языке так как разработчики русские давайте посмотрим сверху вниз пробежимся структура здесь разбита по категориям значит шапка верхнее меню нижний подвал просто настройки не будем останавливаться здесь детально так как это обзор на видео настроить шапку под себя также настроить ширину меню нижнего меню и подвал также на всю ширину там и так далее посмотрим далее блоки тоже разбита на категории шапка задать логотип и вставить в шапку произвольный html код если это нужно два варианта то есть это будет прямо здесь в шапке располагаться и также порядок логотип потом html можно так местами менять что отображать html html там поиск можно отключить у нас поиск вот такой кстати всплывающий встроен в тему ели дальше подвал число виджетов можно выставить чтобы в подвале отображалась у меня баннер вот тут выводится хостинга фози недавно у меня было видео по этому хостингу я развернулся на этом хостинге вот этот сайт у меня на фозе находится кому интересно посмотрите данный хостинг дальше главная страница настройка карточка то есть главная страница можно решить как видите вот посты одна большая в середине так далее как вы больше хотите чтобы выводились посты в каком виде сайт бар показывать не показывать заголовок h1 это уже пошли настройки seo можно ввести если хотите чтобы какой-то был свой заголовок у меня название сайта является заголовком h1 дальше идут настройки записи то есть это когда человек заходит вот развернута запись настройки здесь здесь вы решаете что спрятать вот миниатюры я спрятал рубрики автора спрятал время чтения так далее количество похожих постов у меня 6 стоит то есть после записи вот это очень полезная вещь это встроено в тему обычно ставится отдельный плагин здесь в теме это все есть вот показано похожие посты человек то есть больше на сайте может время провести когда посмотрит основную запись увидите что-то интересное можно уменьшить количество не 6 там 4 сделать и так далее дальше страница настройка страницы тоже что на страницах отображать wordpress также сайт бар справа слева не показывать это же количество похожих постов можно сделать дальше архивы то есть это у нас получается вот захожу я по сути категория и для категория отдельно тоже можно сетка то есть менять вид отображение записи дальше настройки комментариев текст над комментариями ссылку повесить политика конфиденциальности ну и другие опции показывать смайлы не показывать и так далее и сайт бар показывать сайт бар для мобилы у меня стоит не показывать дальше модули есть возможность прицепить в шапке сайта слайдер но вы можете демо посмотреть разработчиков у них там слайдер стоит я у себя не делал ну и настройки для слайдера здесь дальше настройки содержимого потом lightbox кстати обычно стоит отдельный плагин на wordpress здесь lightbox встроен то есть по клику по картинке всплывает красиво картинкой в записи но я такой не использую поэтому не покажу здесь но у меня включено этого возможность хлебные крошки тоже это отдельный плагин но в данной теме уже все встроено то есть вы должны понимать в эту тему встроено все самое важное если вы наберете весь функционал отдельно плагинами ваш сайт будет гораздо тяжелее вы сами видели скорость загрузку сайта и здесь все есть то есть хлебные крошки есть вот они отображаются вот они здесь встроены естественно показывать то есть это для seo очень полезно ну и для человека который зашел например с интернета с поисковика на внутреннюю запись и очень быстро может перейти там на главную при кликнув и так далее верхняя панель это как раз крутая штука при прокрутке вот эта панель вообще включите или нет и выбрать основную соцсеть у меня вы видите вконтакте например смотрите facebook поделиться сайт для русскоязычных пользователей у меня естественно вконтакте я считаю больше актуален но тут есть и другие соцсети как хотите можете выбрать и что отображать можно галочки снять там похожую запись например не выводить тогда будет вот так дальше социальные профили это вообще просто бомба то есть тут вы ставите ссылки там где вы есть в социальных профилях группы и так далее здесь даже есть яндекс дзен вы внизу можете видеть что я еще нигде не видел чтобы это добавляли telegram вабер ватсап одноклассники все по полному программе и самое важно скрыть ссылки через джейс то есть через я вас крипт очень полезная вещь все сторонние ссылки все социальные сети это тоже сторонние ссылки это уже из разряда все оптимизации сайт нам нельзя чтобы вес сайта утекал через внешние ссылки сторонние ссылки которым мы можем делиться в записях также социальные сети вот это скрыть джейс это крутая штука обязательно включить на всех сайтах должно быть я считаю кнопки поделиться но это то что находится в записи я убрал три кнопки linkedin pinterest и так далее и основная в контакте вот она то есть вы можете основной выбрать например одноклассники и вот она огромная кнопка одноклассники то есть какая социальная сеть для вас в приоритете то можно так выделить это круто вообще я не видел даже отдельных плагинов на word press кнопок поделиться в соцсетях чтобы можно было вот так организовать дальше блок автора но я решил здесь не выводить может быть позже выведу не включаю здесь можно организовать блок автора тоже ссылки скрыть через джесс если повесите ссылки на профили там где вы есть контактная форма но текст перед контактной формы кстати об этом то есть я это выгод как ваши идеи чтобы человек мог оставить идеи для урока то что он хочет чтобы я озвучил рассказал о каком-то сервисе или программе я это использую так то есть в противном случае нам бы пришлось ставить контакт форм 7 то есть еще один плагин здесь форма встроена то есть все основное как я говорил встроена дальше карта сайта это тоже важная вещь и тоже считай отдельный плагин wordpress и такого нет но в данной теме ели я вывел ее встроена красивая карта сайта тоже очень важный момент настройки вконтакте можно настроить если хотите форму комментариев сделать от вконтакте настройки facebook и utm метки здесь можно задать свою произвольную метку я вкратце поясню кто не знает что такое это метка это нужно только тогда когда вы свой сайт раскручиваете через например яндекс директ через это метки вы сможете отслеживать поисковой трафик внешне вот если я зайду на сайт и зайду в пост здесь появляется utm если я кликаю ссылка казалось бы не изменилась но если я кликну вот этот длинный длинная ссылка как раз содержит ее метку вот она вот она это метка ее здесь можно поменять в админке сайта кнопка наверх с полными вообще настройками какие только могут быть я тоже такую сделал вот она прокручивать наверх это тоже отдельный плагин не все темы имеют на борту кнопку наверх казалось бы мелочь но полезно можно даже стрелку поменять цвет ей так далее счетчик просмотров это то вот здесь вот просмотры сколько людей просмотрела запись тоже мелочь но не во всех темах она есть это отдельный плагин тоже но в данной теме это все встроено вы сами это видеть дальше карточка постов то есть что отображать миниатюры заголовок здесь просто решаете вертикальная то есть то что я вам показывал помните карточка постов можно сделать их горизонтально вертикально и для каждой карточки можно выбрать что отображать что не отображать рубрики авторы и так далее похожие записи тоже все можно сделать дальше давайте пойдем коды внедрение кодов полезная вещь а иначе бы пришлось лезть в тему или ставить какой-то плагин если нам нужно вход или в боди или после контента вставить какой-то код это может быть счетчик посещаемости там live интернет или яндекс метрика цвет и фон не буду подробно останавливаться здесь просто настройка дизайна просто вам покажу чтобы вы понимали что можно все менять и цвет ссылками цвет фона и за заливку картинкой и так далее и все разбито по категориям шапку отдельно поменять меню подвал типографика я здесь ничего не трогал просто выбрать шрифт то есть со шрифтами все нормально выбрать большой выброс шрифтов как вот было так и оставил то есть разные элементы можно настроить и размер шрифта высота строки жирность наклон все здесь есть свойства сайта но это базовые опции самого wordpress меню поддерживать темы несколько меню вы видите у меня в подвале меню и здесь меню дальше виджеты просто информация об виджетах настройка главной страницы дополнительные стили все как обычно и расширенные настройки ну в принципе вот они все настройки практически все вот что еще я хочу показать пройдем запись да кстати тема поддержит два типа записи обычные статьи и видео чем это отличается видео поддерживает именно данная тема потому что появляется вот такой значок play при наведении ведь анимированы не все темы такое поддерживают если у вас цель сделать видео сайт с роликами то вам нужно обязательно чтобы был такой эффект чтобы человек сразу понимал что он кликнет кликнет и начнет смотреть видео ролик то есть при создании записи на wordpress я выбрал формат именно видео тема это позволяет сделать вы сами это видите не обязательно чтобы на всех значках были в такие видео play если у вас есть статьи которые просто статья без видео то там можно при создании записи выбрать чтобы это было просто запись тогда вот этого значка видео не будет теперь про внутренние шорткоды которые в редактор включены о данной темы не могу о них не сказать давайте посмотрим вот классический редактор я возьму вот внизу эти плюшки вы только увидите в том случае если вы эту тему установите ссылка вот заветная кнопка youtube это просто шорткод между ними ставите ссылку на youtube зачем он нужен когда ссылка youtube помещена в этот шорткод вы сможете увидеть в ролике в конце вот такое всплывающее окно спасибо за просмотр поделитесь данным сайтом данной статьей в социальных сетях очень крутая штука каждое видео я получается заключаю вот в этот шорткод дальше крутая тоже штука вот так вот выделить текст желтым спойлер спойлер я не использую можно тоже сделать да по клику по спойлеру раскрывается такой список где у вас там будет информация ну и вот эта прикольная штука пишем какой-нибудь текст окей вот так выделяется цветом текст и с иконкой я хочу сохранить вот эту скорость сайта максимально комфортный то есть я заходился снова со своего смартфона проверял сайт я просто был поражен как быстро открываются страницы поэтому я использую минимальное количество плагинов кому интересно я покажу какие я использую то есть вот смотрите весь набор плагинов которые я использую я постараюсь не ставить больше никаких плагинов потому что меня в принципе все устраивает если я начну сейчас какие-то плагины здесь еще добавлять я потеряю эту скорость сайта то есть я пробегусь быстро курт о лад для транслитерации заголовков русские заголовки в ссылке чтобы автоматически переключались английскими буквами важный плагин я решил оставить про функцион маленький плагин от разработчиков данной темы он не нагружает ничего он нужен только для того чтобы в него внедрять сторонний php код чтобы при обновлении темы php код не слетал все этот плагин как бы больше ничего не делает в п супер кэш но нельзя без него обязательный плагин сайт кешируется и тем самым чуть чуть скорость быстрее сайта кеширует нужно обязательно ну и для seo плагин бесплатный юас seo я использую для создания записи ну чтобы автоматически проставлялись тайтл и description и ну и другие полезные настройки у данного плагина есть которые мне нравятся я их использую все вот они все плагин и самое главное забыл если мы посмотрим внешний вид реклама у вас есть гибкая настройка для мобильных для компьютеров выбрать рекламу но я думаю это актуально когда сайт уже у вас большой то есть ставите рекламу от гугла от яндекса или еще откуда-то баннеры то есть это заработок вы ставите рекламу если у вас много людей на сайте люди так или иначе будут кликать на эти рекламы и вам за клики будут капать копейка если народу на сайте много каждый день к вам заходят тогда вы будете зарабатывать на контекстной рекламе здесь много вариаций посмотрите где можно вставить то есть тема за точно под рекламу еще вы это видеть огромное количество рекламы еще раз повторюсь если вам нравятся мои уроки вы хотите видеть уроки другого плана по полезным сервисам онлайн по каким-то полезным программам для pc для мобильных устройств я вас приглашаю на свой сайт видео уроки ком заходите смотрите буду рад видеть вас еще на своем вот этом проекте все ссылки необходимые оставлю прямо под этим видео на этом видео заканчиваю и увидимся с вами в следующих видео пока пока субтитры делал DimaTorzok